приветствую вас дамы и господа в этом видео с вами поговорим точнее продолжим говорить про огнеметные танки я думал что это там не скоро еще раз всплывет этот ужас огнеметный но туда-сюда вот уже и огнеметный танк на супер тесте кто-то там его попробуют какое-то мнение об этом у него сложится но показали визуально как это выглядит в канон ях панзер пт-шку восьмого уровня всунули огнемет и попукали с этого огнемета в ст-1 и т-32 в ст-шку урона заметно побольше вылетает в тяжека поменьше в лоб меньше урона в борт больше в принципе логика железная как и сказал рома какой-то там довольно таки сбалансировано я взял видео с официальных каналов мира танков где нам показывается как это огнеметное чудо-юдо стреляет по вражинам и вражины подгорают видно как наносится урон и видно что враги оглушаются ссылку я оставлю в описании можете зайти посмотреть на официальном канале можете там почитать писюльки какие там написаны полотно текста в телеграм-канале и группе вконтакте можно увидеть голосование нравится нам это или не нравится и высказывайте свое мнение поскольку у меня есть какая-никакая аудитория свое мнение я выскажу в видосе в телеграм-канале чуть ли не половина проголосовала за то что она им нравится и чуть больше людей проголосовала что она им не нравится врут вконтакте все более обнадеживающе и людей которым не нравится их в три раза больше чем человеков которым нравится вот это вот неметное безобразие я категорически против этого мне не нравится это на мой взгляд полная катастрофа объясню почему не буду никого хуесосить просто по факту почему мне это не нравится во первых дистанция стрельбы 150 метров это какой-то бред бредовый чисто ближний бой до ближний бой но это какая-то чепуха и все остальные факторы они тоже вот в кучу сгребаются и они все мне не нравится вот все что связано с огнеметами стрельба какая-то странная она не поливает врагов постоянно огнем и выстрела как такового толком нет ты просто якобы я так понимаю нажимаешь кнопку выстрела и она пару секунд пукает во врага этим своим огнем короче изжога какая-то при этом непонятно самую зиму зону там вообще надо выцеливать или нет ощущение что просто в силуэт стреляешь и эта стрельба для ца картошки целевой аудитории стрелять в силуэт в самый раз это для любителей видимо старый фугас нет стрелять чисто по контуру врага чтобы наносить какой-то урон вы еще карты им сделаете одну дорожку окруженную стенами чтобы вообще ни на метр ни на миллиметр ни влево ни вправо такие карты слабым игрокам нравятся когда даже башкой ворочить не надо и тогда точно понравится и вот эти вот огнеметные танки чтобы друг друга впритык жарить будет обалденно так вот стрельба мне чё-то не понравилось вообще ни визуально не геймплейно мне это не нравится стрельба вот это в силуэт непонятная какие-то вот эти изжоги на пару секунд стрельба на дистанцию 150 метров мне не нравится оглушение это сразу отмена ненавижу оглушение не от арты не от вот этого вот фу просто мерзко полное отвращение не нравится вообще ну и третье чем мне не нравится это то что балансировщику придется с этим отдельно бороться скорее всего это же будет что-то что нужно балансить отдельно ты же не будешь обычную пт балансить против огнеметной пт потому что одна пт-шка сидит в кустах допустим ноль брони пушка там с пробитием альфа и дпм или же это пт-шка как тяж и в том и в другом случае она либо из кустика помогает союзникам либо едет стяжами помогает продавливать или сдерживать направление и вот это чудо-юдо и не пт и не тяж и тем и другим она будет проигрывать сто процентов поскольку это ну танк поддержки он должен кого-то там поддерживать за трусы видимо чтобы они не упали если отдельно это не балансить то бои будут собираться дурацкие поскольку с одной стороны огнеметный танк может быть а с другой не быть и уже у одной из команд стопудово будет преимущество поскольку вот это вот чудо-юдо реализовать сто процентов будет сложно хоть она вроде и визуально много урона наносит попробуй подъедь на эти 150 метров до кому-то ты там урон нанесешь а чё ты будешь делать потом какое-то мкд непонятно и все равно ехать впритык играть слабые игроки без скилла это не реализуют стопудово поскольку они будут ошибаться и заезжать не туда периодически если это будет баланситься огнеметный танк против огнеметного то в любом случае это еще одна переменная с которой балансировщику придется жить ему и так плохо поскольку он в птшках не учитывают бронированные танки или не бронированные да и в тяжах не особо то учитывает и часто бывает что на городских картах в одной команды есть бронированные пт которые едут стяжами и сносят город потому что у другой команды нету бронированных пт из-за чего преимущество в городе в одной из команд весомая и они просто сносят город под 0 за пару минут поскольку балансировщику просто срать есть броня упт или нету он просто треугольник против треугольника поставил и пошел спать если сюда еще что-то добавлять в балансировщик, которому и без этого плохо, но ему явно легче не станет. Для кого это создано, вот это вот огнеметное чудо-юдо, я не знаю. Мне в нем вот буквально ничего не нравится. Ни оглушение, ни сама стрельба, плюс еще заранее ощущение, что это создано для каких-то придурашек, которые будут стрелять в силуэт, лишь бы не выцеливать ничего. Хотя на самом деле, я не знаю, надо ли там вообще что-то выцеливать. Но честно говоря, вообще ну вот просто визуально и технически и как-то вот по духу оно мне не нравится вообще. Просто мерзкое какое-то. Я это видеть в игре не хочу. Многим еще после добавления оглушения на арте и после колесников плохо. Им еще вот это предлагают. Это явно что-то не то. На мой взгляд, игре лучше от этого не станет точно. Я не понимаю, для чего оно надо. Ну и как в прошлый раз сделали с колесниками. Многим не нравилось. Никто особо не хотел колесников в игре видеть, но их все равно добавили. Поэтому мнение я-то свое высказал. Игроки голосуют в основном-то против. Но ощущение, что если оно им надо добавить эту парашу, они все равно добавят разработчики. Поэтому это все голосование, там высказывание мнения, ощущение, что это все так. Ни о чем. Честно говоря, я это не хочу видеть. В игре это какая-то фигня. Пишите свое мнение в комментариях. Вот такой вот у нас грустный конец видосика. С вами был Варчик. Горайте красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok